да привет тебе чё ты улыбаешься я тебе очень серьезную вещь хочу сказать свою картину покажи свою картину какую из них какую из них которая прямо сзади с маленькой с маленькой вот она какой-нибудь покажи теперь которую наша самая такая когда вот там корешки там а прямо в этой баночке с водой шикарная картина суши ну ты посмотри какая у меня и вот там у нее гномик такой домашний такой добренький этой сказки этой сказке а я понял я же видел эту картину что он из сказки самое главное борис каневский сразу понял что там что-то он мне написал а что там говорит у тебя шляпки шляпки я сразу понял что больше трогать нельзя она закончена разборе увидел что рисунка сквозь видит такие вещи конечно привет ему да привет привет он сразу увидел написал я это в телеграме поставил кто не записан телеграм пусть пожалуйста записывается будет сейчас интересные ролики а сейчас я тебе очень важную вещь хотел сказать ты помнишь я тебе рассказывал и вообще там был такой ролик в ютубе как один мальчик с отцом отец привел мальчика который был немой который не мог говорить и я его за 10 минут вывел из немоты но отец стоял сзади говорил я дом продам я то сделаю ты главное выведи его помню 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 я его вывел из немоты за счет того что я увидел что он не пытается говорить то есть у него блок речевой выключен а я ему сказала ты свистел в детстве и приковал его внимание к себе чтобы он не переключался не отвлекался и он не кивает он мог кивать и писать а говорить не мог я сейчас очень важную вещь хочу сказать на этом примере для всех это бомба прямо бомба честное слово это мой философский психотерапевтический психологический вывод по многим болезням как от них избавляться так вот я ему сказал смотри ко мне в глаза чтобы он не отвлекался в это время ты свистел когда голубей там он кивает и я говорю как ты свистел сделай губы вот так вот так я гнусь виснем а так один сзади стоит да я дом продам ты только сделай туда-сюда я тебя так отблагодарю потому что ребенок не может раздавать ну короче он пока так разговаривал а я его учил говорить и теперь я могу рота а потом говорю и он так свистнул а потом говорю у у уютбу потом я грунт а потом а потом о его ой и заговорил я говорю мама и теперь он говорит мама и заговорил отец продолжает я дом продам я тебе там куплю машину там ты главное мне были часы на там ну короче говоря он тут же заговорил через 10 минут вопрос другом вопрос в том что оказывается почему он перестал разговаривать потому что у него был энцефалит он лежал в больнице у него были страшные боли и он орать пытался пытался орать орать нельзя и он себе пригасил эту эмоцию и вместе с этим блокированием этой эмоции это разгрузки когда человек орет он же разгружается а он заблокировал разгрузку эту а и у него отключился весь аппарат речи производства и он стал немой это называется истерические немота на этом примере другая пациентка у меня которая очень любила танцевать ну так любила танцевать а ее папа но почему-то по какой-то причине я не знаю она потом мне рассказала жестко заставлял ее не танцевать и короче говоря у него заблокировалась у него стало истерическое такое состояние она не могла ходить у него паралич истерический я ее вывел из паралича она стала продвигаться и так далее но на это ушло какое-то время так вот на этих примерах у кого-то кто очень хотел петь и заблокирован то ли по внешним причинам заблокировали то ли кто-то говорил но это не имеет никакого смысла да хватит тебе петь да ты дура что ли вместо того чтобы математикой заблокировать так вот внимание исходя из того что человек по природе творец у нее есть способности и когда он реализует свои способности в каких-то деятельностях если по какой-то причине он блокирует себя не позволяет себе эту деятельность она всегда является разгрузкой и поэтому все время себе если отрубает возможность разгрузиться у него блокируется эмоциональная часть мозга блокируется и у него возникает болезнь так вот для того чтобы выйти из этого тупиковой ситуации я предлагаю всем обычно на вебинарах вот сейчас будет у нас с валентина эдуардовна киселева вебинар 19 числа 20 часов я надеюсь ты туда придешь и там я скажу об этом тоже как надо прорабатывать психотравмы как надо выходить из этих заблокированных ситуаций потому что очень много людей страдают разными болезнями неврозами и так далее совершенно не предполагая даже не догадываясь о том что они сами себе это заблокировали кто-то им заблокировал потому что очень много у нас психосоматики а психосоматика там много очень вот именно невротических нарушений вот недавно ко мне человек звонит и говорит я сейчас в больнице лежу мне бы так хотелось орать мне бы так хотелось пар выпустить как ты учишь а там говорит нельзя говорит кричать и поэтому у меня говорит такое состояние крутится крутится мысли в голове крутится никак я не могу успокоиться я скоро говорит эти из этого отделения кихушку попаду егоду так ты не можешь поорать чего нет не могу ну не память не пускает там нельзя говорить по этическим соображениям корочеqi говорят пять минут в день каждый человек должен побыть ребенка покричать их хочется поплакать если хочется позевать если сыкольца потанцевать если хочется посмеяться если хочется по minimalist и если хочется побоксировать если хочется, если 5 минут в день побыть ребенком, он снимает лишнее напряжение. И через несколько дней вот таких упражнений он становится более уравновешенным, сбалансированным, уверенным в себе. У него открываются способности и много чего. Что ты скажешь на эту тему? На эту тему, я скажу вам, очень важное дополнение. Как всегда мы шутим. Это очень важно. И дело в том, что многие люди, а так как они в стрессе, многие люди, они не услышат, о чем вы говорите. 5 минут побыть ребенком. Они думают, да какой ребенком? У меня тут стресс, у меня тут плохо. А каким ребенком? О чем он говорит? Так я бы добавил, что это закономерность, защитные механизмы мозга. Это у нас. Вообще человек не сам себя придумал, опять же, да? Нам это заложили туда, а вы это достали. в конкретном виде, в виде формулы. Не дает. То есть человек надо сказать, что это не просто, как вы там побегай, попрыгай. Ему кажется, что за ерунда. Он же в стрессе, ему же плохо. То есть это механизмы работы мозга, заложенные у нас. Если мы выполняем требования организма по сбросу, а это же требования по сбросу эмоций, тогда и сбрасывается. Такая не такая разгрузка, если человек не разгружается эмоционально в своей деятельности, в любимом деле в каком-то, а у него нет этой разгрузки, потому что точки опоры – это любимая работа, любимый дел. Да, и поэтому самый короткий способ к включению защитных механизмов – это ключ. Да, правильно. Когда мы прислушиваемся к себе, и вот эти нереализованные эмоции, которые мы у себя забиваем, выпускаем. Да, правильно. Это просто человек, который никогда не пробовал это сделать осознанно, он просто удивится, если он попробует это сделать. У него этот день и вечер будут такими шикарными, которые 20-30 лет у него не было. Я тебе предлагаю, ты напиши свой сайт, чтобы люди могли в свой сайт выходить. Да, нет, это я вас прошу. Вы помните, когда я в детстве был такой маленький и жонглировал? Ну, наверное, не помните, вы тогда были там… Я помню, в детстве ты любил собаку, которая у нас грамп, которая говорила мама. Ключ разрабатывали, а я жонглировал. И вот я хочу, чтобы вы своим показали. То есть дайте, пожалуйста, мой сайт, как я жонглирую сегодня. Разучился вообще. Но кроме того, там еще есть… Ты лучше покажи, как у тебя было 110 килограмм, и как ты сделал 70 килограмм. Это второе. Это второе. Сначала жонглирование апельсинами, а второе, к вашему предстоящему вебинару, я вот буквально несколько минут назад вам фотографию скинул, где я… Я искупался, что у тебя… Я искупался с лишним, а здесь творимся с лишним. Да. Когда мы вдвоем говорим, нас никто не слышит, Хосе Магомедович. Очень жаль. Такие гениальные вещи, я сейчас сказал, а вы опять все заглушили, прям как будто это самое. Ладно, ладно. Нет, то есть… Просто времени нету сейчас уже. Сейчас ко мне Ульям придет, друг мой. Да, он придет, он такие там делает блюда в ресторане, он в Москве создавал итальянскую кухню. Сейчас придет, я тебе… Я вас поздравляю, что он сейчас к вам придет. Он придет к ключу обучаться, между прочим. Очень хорошо. Скоро лауреатом на Берсской… Привет передавайте. Да, передам. Давай, давай, я тебя обнимаю. Ну, ты напиши там этот сайт свой, пусть посмотрят. Где написать, Хосе Магомедович? Ты мне пришли, я его туда поставлю. А вот и все, больше нет. А, и фотографию твою, как бы мы показали, я просто поразился, когда у тебя было 110 килограмм, и вдруг стало у тебя 70. Причем без всяких диет. А что поражаться? У меня все время в жизни такие истории. То стихи напишу, то книгу, то картину не умея. Это же я же в ключе все время. Я о чем? То похудею, то еще что-нибудь. В самолете полечу со страхами, а прилечу без страхов и с счастьем таким, и с сожалением, что полет закончился. Да, это очень интересно. Надо применять ключ. Понятно, можно еще раз еще картины приготовь, я посмотрю, я давно не видел твои. Не приготовлю, вы мне не даете говорить, ничего я не приготовлю, я уже все вам показал. Ну, шутка. Пусть все улыбнутся, пусть все улыбнутся и расслабят плечи. Будут свободнее отток, меньше энергии и будут просто так уходить. Давай. Радусь с вами, подообщаться. Не забудь, послезавтра 19-го числа в 20 часов, я тебя пришлю туда. Вот. Давай. Целую. Чао, какао, бомбино. Пока. Пока.